Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре новинка Болонское удилище Sherman Pro от компании Flagman New Generation Но про махи New Generation маховое удилище я уже рассказывал Вот теперь в этом же дизайне Похожий бланк, но оснащенный кольцами Пока они выпускаются только в длинах 5 и 6 метров Но считается, что это наиболее востребованные длины для балонских удилищ И давайте немного поподробнее коснусь, что это такое Потому что мало кто о них еще слышал Они появились у нас в магазине только-только Пока не перейду к делу, что называется, о другом более важном Заканчивается акция о раздаче бесплатных запасных частей Поэтому кто еще не оставил заявку на почте магазина Кто наши покупатели, кто подписан на социальные сети Прошу вас не откладывайте, чтобы потом не было обид Потому что когда следующая акция, скорее всего, она будет либо в середине лета Либо уже ближе к осени Поэтому сейчас есть реальный шанс получить запасные части На Блэк Холл, на Дайву и на другие фирмы-производители Посмотрите в новостях, в разделе новости, на сайте И самое главное, на страничках в социальных сетях Вконтакте, Инстаграм и так далее, Телеграм Посмотрите объявления там То есть все объявления о начале и окончании акции С какого по какое число От какого производителя я отдаю запасные части бесплатно нашим покупателям На все модели удилищ, купленные у нас в магазине Все это я буду писать только в социальных сетях Имейте это в виду Потому что уже начались сейчас вопросы о том Что вот я пропустил, а где вы это написали Вот в новых роликах, вот в последних, скажем так Да, и предпоследних Я постоянно об этом говорю Все подписи в подписях к видео Точность также указывается, что вся информация об акциях О бесплатной раздаче запасных частей Будет только в соцсетях Имейте в виду сразу же, да Я предупреждаю, что люди, кто подписан там на страничке в моих форумах Да, то в акциях принимать участие не будут Если они подписаны только на форумы То есть форумы здесь участие не принимают люди Для нас это не имеет значения Форумов много Я много где периодически появляюсь Но это для акции не играет никакой роли Поэтому про форумы все мы забываем Просто вам нужно подписаться на странички в социальных сетях На страничке магазина Мультифиш Все этого будет полностью достаточно Для того, чтобы бесплатно получить любое колено Любое запчасть, купленное у нас удилище Ну вот пока об этом все Переходим к баллонкам Значит, давайте сразу Наверное, с чего начать? С измерений Ну, давайте с измерений Значит, меряю в месте хвата Диаметра Это у нас 6 метров Диаметр 23 мм Пятерка в месте хвата 21 мм Теперь длина рукояти До средней части катушка-держателя У шестерки это 48 мм У пятерки это 47 мм Ну, вот самое основное Транспортная длина У обоих моделях 146 мм Меня там в комментариях пишут пару человек Что я забываю померить вес Ну, это справедливо Действительно, я о чем-то другом Отвлекаюсь и так далее Уходит тема в другую сторону И вес я забываю померить Это важно Потому что вес у каталогов Что в каталогах указано Не всегда нужно верить на самом деле Поэтому давайте сейчас взвесим ее Прямо сразу, чтобы потом мне не забыть А то я все откладываю на последний момент В конце передачи, что называется В конце видео Так Это шестерку мы взвешиваем Взвешиваем Шерман ПРО Нью Дженерейшн Новая генерация Так, ничто здесь не касается Не задевает 240 грамм Замечательный вес Вот я недаром начал снимать Об этих моделях Потому что действительно Модельки очень интересны Значит, следующая Пятерка 189 Вот про вес сказал Ну, сами понимаете Вес очень интересный Палочки по весу приятные Скажу сразу Что по балансу Они тоже приятные Я их знаю достаточно давно Ну, относительно давно Не буду всех тайно секретов раскрывать По производству этих удочек Откуда они пошли И Скажем так Какая там и где моя лепта Но Действительно удилища достойные Кто ищет себе баллонку Пятерку Шестерку Обязательно присмотритесь Вот именно К Нью Дженерейшн Шерман ПРО Скажу сразу Это как раз тот случай Когда я люблю говорить Вещь стоит своих денег По поводу колец Фотографию ставлю Близко Кольца облегченные На Правильной Высокой ножке Почему правильной Потому что бывает Ножка Слишком Невысокая Ну, условно Низкая ножка Да И прилипает леска к бланку А бывает Что Избыточно Большая нога Нет смысла Начинает леска При Ну, проваливаться Путаться Да, и так далее Задевать Поэтому это тоже минус Поэтому здесь По размерам Колечек По высоте колечек По высоте лапки Колечка Здесь все Замечательно Плюс Кольца облегченные То есть Если на них посмотреть У нас Вот сейчас Люди покупали Даже спортсмены Приходили Они говорят Первый раз Такие кольца Вижу Там, говорят Что, вставок Что или нет На самом деле Там микро Такая Вставочка Есть Условно То есть Все в порядке С этими кольцами Современные Хорошие кольца Они как раз Не утяжеляют Совершенно Бланк Значит На хлыстике Идут Два разгрузочных Кольца Помните Да Тензор мой Ну, вот Оттуда Вот И на втором Колене Точность Также Еще одно Подвижное Разгрузочное Кольцо Еще раз Плюс Этих колец Что они Очень легкие Они не загружают Бланк Они Удочка Становятся Практически Невесомые Самое главное Что она Что они Не портят Ни баланс Ни строй Дальше Из чего Сделано Карбон 30 тонн То есть Карбон Недорогой Поэтому Ну и скажем так Недешевый Да То есть Середнячок Такой Ну Бюджет Бюджет Но для бюджета Вот эта цена Которая она стоит Не знаю вот Сколько она будет стоить Грубо говоря Каждый день Все меняется Каждый день Новый Но вот Условно В районе 6-8 тысяч рублей Они стоят Это вот То что надо Они сейчас есть Поэтому кто Хочет Вот уверяю Потом спасибо Скажите Не откладывайте Посмотрите Мой Тензор Болоса Баниев И вот этот Вот Шерман Пьет Про Нью Дженерейшн Чехольчик Сразу коснемся Ну Простой чехол Как вы видите И с моей точки зрения Ничего тут другого И не нужно Просто синтетический Плотный Достаточно Чехол С хорошей прошивкой Такой В стиле Дженерейшн Махов Да На завязочках Ну в общем-то Убрал и забыл То есть Скажем так Это то На что можно было Сэкономить И правильно Сэкономили Что Не надо было Туда ничего Больше И вкладываться Здесь же Надежные Чехлы Если вы помните Точность Такие же Я ставил На Тензора Понимаете Да Что теперь Вот Нью Дженерейшн С этими Чехлами Поехали Значит Надежные Чехлы Специальным Разрезом Для того Чтобы Была Какая-то Там Мягкость Условная Создавалась Для того Чтобы Чехол Не дрескался Потому что Если жестко Делать Может быть Трещина Здесь они Все-таки При том Что Чехол Он Ниже Чем Надо Больше Чем Нужно Не закрывается И кольца Не мешает Но тем не менее Если навалить На него Или удар Какой-то Будет Он Самортизирует И соответственно Не будет Многие спрашивают Что это такое Вот эта красная Штучка Такая Это для того Чтобы колечки Можно просовывать В кольца И кольца В один ряд Стоят Ну соответственно Надежные Резиночки Прочные Приятные Толстенькие Они полностью Защищают Кольцо Вот еще Момент Важный Вот Такую Вещь Я Сделал Вот Смотрите Вот такая Вставка Хитрая Это Сделано Не опреновая Это Сделано Для того Чтобы кольца Не ложились Друг на друга Да А они Ровненько Каждое Коленце Ложилось На Свою Втулку Своего Диаметра Тоже Важный Момент Ну Для кольца Они Практически Ничего Не весит Эта втулочка Такая Не опреновая Но она Свою работу Делает И в принципе Полезная Лечь Давайте Теперь Разложим Ну И посмотрим Что Построю Что это Такое Так Господа Давайте Начнем С пятерки Ну Вот Смотрите Я Специально Показываю На камеру Стараюсь Максимально Вот В руках Удочка Невесомая Ну Просто Пушинка Ну Я ее Даже Практически Можно сказать Не чувствую То есть Пятерка Просто Шикарно Мне она Очень нравится Значит Небольшой Скажем так Ее наверное Чуть-чуть Минус За счет Того Что уголь 30 тонн Он не сильно Дорогой Да Соответственно При малом Диаметре колена Здесь максимально Маленькие Постарались Сделать Диаметр колен Строя Быстрого И жесткого Не добьешься Поэтому Здесь Можно Скажем так Сделать Чуть Потолще Стеночку Да И В верхней части Я имею ввиду И вот За счет этого Если вы видите Да То есть Хлыстик Жесткий Становится Смотрите Он не работает Практически Хлыстик Но зато Работает Третье коленце Вот Второе Чуть дальше Ближе к третьему Смотрите То есть Вот Здесь Одно Пожелание На такую удочку Карпа Ловить С мягкой Подсечкой Резкую Подсечку Здесь Делать Нельзя Потому что Может Переломиться Третье колено Все остальное Еще Плюс Минус А плюс Этого Что сделали Это то Что она Позволяет Ловить На жесткую Придержку На течении Поплавками Там 10-15 Грамм Кому нужно Ну скажем так Караси На каких-то Там Стоячих Даже кто любит На баллонку Ловить С катушкой На стоячих Водоемах Течение Небольшое Да Ну вот Как бы Диаметр колен Очень тонкий То есть Воздействие ветра Ни та, ни другая Ни пять Ни шесть метров Не подвергнется Толком Поэтому Скажем так За эти деньги Это очень хорошая Палочка Константин Михайлович Попросим Да Подержать Вот смотрите Сгибает Видите Прямая Практически Первая Хлыст колен И второе Вот я стараюсь Как могу Показать На вот У нас там Щип белый Стоит Чуть-чуть Немножечко В сторонку Сюда Во все Да Отлично Вот видите Почти Да 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 Почти Ровный вверх А дальше Вся нагрузка Пошла на Третье колено Вот про что Я именно и говорил Здесь вот этот Нюансик Такой Есть Но Все остальное Скажем так Если платву Ловить Подлещика Там Густерку Какую-то Карасика То есть И не делать резких Именно выхлестов При ловле Крупной рыбы Карпа Там допустим Карп в одну сторону А вы в другую С таким же рывком Все Вот этого избегайте Ну и соответственно Обязательно Не принимать рыбу В руку Да А принимать обязательно В подсачник Чтобы не получалось Такого эффекта Когда удочка в небо Да Вертикально И вдоль Бланка Линолески Висит рыба То есть Такого допускать нельзя Ну давайте шестерку Вот производитель Да Пишет Строй прогрессивный Ну я его не назову Действительно Вот среднебыстрый Ну наверное Прогрессивный Действительно Потому что Вот чуть-чуть Небольшой Вот такое вот Колебание Затухание Более Долгое Немного Есть Верха Но опять же Если вы ловите На придержке Бросили Ну вот подождали Доли секунды Она там затихла Условно Да И опять же Точность такой же Строй Видите Верхняя часть Удилища Верхняя часть Раба Да Первое Второе колено Оно жесткое А дальше идет Вот при легком таком Да Изгибание Именно третьего Поэтому Кто кому Кто этого не хочет Ну соответственно Не берете Смотрите Тензор У нее такого нет Тензор Болоса Банеев Я имею ввиду Кому это не напрягает И хочет Удилище Помощнее Чуть-чуть Потому что Здесь Я вот забыл Сказать Вначале Да Здесь армированный Такой кантик Идет по Коленцам Да И усиленные По методу New generation Махов Усиленные стыки Поэтому здесь По большому счету То есть Удочка Она может Рассчитана Быть на крупную Относительно рыбу Ну там Рыхлопозного кара По килограмм Полтора Условно Да Но опять же При условии Что вы Резко и драть Не будете А все-таки Скажем так Более плавная Будет подсечка А дальше Она уже Отработает Давайте Нагрузим Вот видите Опять Вот она Прямая линия Думаю Сейчас очень хорошо Видно Первое Второе колено Просто прямая Видите А дальше Идет вся нагрузка На треть То есть Если рывок Карпа будет То третье колено Может полететь Но если Мощное очень Да Если карпа Не ловите Или там Он в прилове Небольшом Легко Это ваша удочка Потому что Под нагрузкой Оно Это палочка Что 5 Что 6 метров Она выдержит Там условные Крокодилы То есть Никаких проблем Не будет Вот как я сказал Соблюдайте Только то Чтоб рыбу Не брать Да Рыбу в руку Рыбу в руку Не брать Ну вот Господа Мы Поснимали Потрясли Вы посмотрели Ну Думаю Что можно смело Поставить Что называется Зачет Этим удилищем Действительно Новинки Интересные Своего покупателя Они уже Нашли Их уже берут Очень немало Притом люди Их практически Не знают А вот Когда приходят В магазин Трясут И сравнивают С другими Да Удилищами Там с тем же Тим Олега Например Да То однозначно В пользу Вот этих палочек Выбирается В общем-то Они интереснее Действительно Интереснее Приходите Приходите Смотрите Розничный магазин Работает Заказывайте Лучше Через интернет Магазин Обязательно Только не в один клик Имейте ввиду Постарайтесь Не пользоваться Функцией В мультифиш При заказе В один клик Почему? Потому что Заказы в один клик В акции Бесплатная Раздача Запасных частей Не участвуют И еще раз Напомню Что пожалуйста Подписывайтесь На наш канал YouTube Routube Теперь он появился Соответственно Социальные сети Вконтакте Facebook Дай бог Откроют Или еще что-то Посмотрите Практически Во всех социальных сетях Мультифиш Магазин есть Обязательно Подписывайтесь Почему? Потому что Все новости О бесплатной Раздаче Запасных частей Об акциях И тому подобное И максимальные Скидки Которые вы можете Получить Потому что По программе Лояльности Клиенты У нас Покупатели Имеют уже Некоторые Постоянные 40% Скидку То есть Это люди Которые Постоянно У нас Покупают И самое главное Которые подписаны На все Социальные сети Потому что Это крайне важно То есть Если вы Не подписаны На соцсети У вас сразу Грубо говоря Половина Обнуляется Того что Вы могли бы иметь То есть Ни запчастей Не будет Ни скидок Серьезных И так далее Поэтому Забываем Про все Рыболовные Форумы Меня там Скоро Не будет Где я был Уже Не один И не пять И даже Не десять Лет На многих Форумах Поэтому Скажем так Переходим В социальные Сети Подписываемся Ну и Соответственно Заказываем Мультифиш А я Со своей Стороны Гарантирую Качественную Проверку И Не я И мои Менеджеры Вам подберут Действительно Идеальное Удилище Которое вам Точно Абсолютно Подойдет И вы не будете Разочарованы И скажете Только спасибо Это я вам Уже Гарантирую Всего вам доброго И до новых встреч